Геймеры любят спорить об эмуляторах, локализациях, ценах на игры, а также об эволюции жанров и индустрии вообще. Однако чаще всего о превосходстве одних платформ над другими и об оценках крупных хитов. Причем нередко и темой, и ареной конфликта становится Metacritic — сайт, некогда созданный просто как база данных. В последнее время ажиотаж вокруг него не стихает, скандалы сменяют друг друга, а запрет ставить оценки в первые три дня после релиза так вообще вызвал бурю негодования среди простых игроков. Так что же такое Metacritic? Откуда он взялся и как к нему относиться? Сейчас разберемся. Слава IMDb, крупнейшей мировой базы данных о кинематографе, не давала покоя многим и до сих пор не дает. Поэтому в 1998 году был создан тогда еще залихватский сайт Rotten Tomatoes, то есть «Гнилые помидоры», действующий до сих пор агрегатор рецензий на фильмы и сериалы. К тому моменту количество рецензентов в мире изрядно увеличилось, и появилась потребность собирать все тематические статьи на одном сайте, заодно выводя из оценок среднеарифметическое. Rotten Tomatoes позволял мгновенно определить уровень свежести или тухлости фильма и найти ссылки на все обзоры, чтобы узнать больше подробностей. Сайт быстро стал популярным и попался на глаза троицы калифорнийских студентов — Джейсону Дитсу, Джулие Робертс — нет, не той самой — и Марку Дойлу. Они решили создать нечто схожее, но позволяющее собирать данные не только о кино и сериалах, но также о музыке, книгах и видеоиграх. Обо всем том, что их, собственно, и волновало. Затеяли они Метакритик еще в 1999-м, но полноценно запустить портал смогли лишь в 2001-м. От уже существующих Rotten Tomatoes и Game Rankings он отличался еще и придирчивостью, учитывались только обзоры избранных сайтов и изданий. Сперва застолбить себе место на Метакритик было несложно, но очень скоро критерии отбора рецензентов стали очень суровыми. Теперь для регистрации нового ресурса нужно несколько рекомендаций от тех, кто уже есть на портале. Из современных российских СМИ, к примеру, на Метакритике учитываются только статьи сайта Riot Pixels, которые основали выходцы с легендарного сайта AG и единственного из ныне существующих печатных журналов про игры — «Навигатор Игрового Мира». Раньше там появлялись статьи из сайта playground.ru, однако новых обзоров не было с ноября прошлого года. Видимо, этот ресурс теперь не в почете. Как бы то ни было, всего за несколько лет значимость средних оценок на Метакритике выросла до такой степени, что они стали влиять на курсы акций крупных компаний. Как следствие, руководство издателей стали требовать от разработчиков высоких баллов на Метакритике. Так, например, сотрудникам студии Obsidian были обещаны премии, если Fallout New Vegas достигнет средней оценки 85 из 100. И хотя эта игра стала культовой, средний балл получился 84. Менеджеры из издательства вряд ли расстроились, а вот разработчикам не позавидуешь. Метакритик превратился в экономический и маркетинговый инструмент, а потому предсказуемо обзавелся противниками. И журналисты, и игроделы, и геймеры стали высказывать недовольство порталом и его методами, а также слишком сильным влиянием. Дошло до того, что многие издатели и дистрибьюторы специально заявляют, что оценка на Метакритике никак не влияет ни на продажи, ни на отношения игроков, ни на бонусы разработчикам и менеджерам. Но мы-то с вами знаем, что если бы это было правдой, то об этом не твердили бы так часто. Но еще больше вредят Метакритику действия рядовых посетителей. Сайт позволял им ставить оценки без каких-либо ограничений и рядом со средним баллом от журналистов отображал мнение геймеров. Со временем Метакритик стал ареной для консольных войн, когда фанаты одних платформ массово занижали оценки чужих эксклюзивов, чаще всего даже в них не играя. Так, например, вышла с Death Stranding, Red Dead Redemption 2 и Astral Chain. Однако это были еще цветочки. Ягодки начались, когда геймеры додумались с помощью Метакритика выражать свои взгляды на социальную справедливость, личную жизнь разработчиков и репутацию крупных издательств. Например, нахватавшую пользовательского негатива The Last of Us 2 ругают за опрометчивые интервью сценаристов, а вышедшая следом довольно традиционная Ghost of Tsushima ставит рекорд по максимальному баллу, в том числе за счет тех, кто не играл в нее, но похвалил в противовес социальному высказыванию Дракмана и его команды. Кроме того, часть компаний подозревают в накрутке оценок, ведь никто не мешает им наплодить массу аккаунтов и расхваливать свои новинки, или же занижать показатели конкурентов. Этим грешили издатели Battlefield и Call of Duty. Именно этот хаос и привел к тому, что в июле этого года на Метакритике все-таки появились ограничения. В первые пару дней после релиза игры сайт не дает ставить оценки, требует для начала провести время в новинке. Возможно, в будущем Метакритик будет привязан к профилям геймеров в цифровых сервисах типа Steam или eShop. Причем таких ограничений нет для пользовательской оценки фильмов, книг или музыки. Но там и страстей таких особо и не кипит. Никто не будет спорить, какой фильм круче — Робокоп или Терминатор. Или же что лучше — новый альбом Тейлор Свифт или же Лэмбо в Гад. Тем не менее, каким бы потрясением не подвергались отзывы рядовых пользователей, с обзорами от журналистов все остается стабильным. Портал до сих пор позволяет быстро найти как признанные шедевры, так и эпические провалы. Именно этим мы сейчас и займемся. Отыщем лучшие и худшие игры Нинтендо по версии Метакритик. С первого дня существования Метакритик, игровой рейтинг на нем возглавляет The Legend of Zelda Ocarina of Time. Эталонный приключенческий экшен, созданный для Нинтендо 64. В нем была и топовый на момент выхода 3D графика, и превосходный геймплей, и увлекательная история, и ставший классикой саундтрек. Неудивительно, что в 18 из 22 рецензий, избранных Метакритиком, этой игре выставлен высший балл. Важно и то, что Ocarina не стареет с годами. Дюжину лет спустя вышел ремастер для портативной 3DS, и еще раз сорвал овации. Геймерам до сих пор по душе и битвы с монстрами, и прыжки по платформам, и непростые головоломки, и сюжет с путешествиями сквозь пространство и время. Немногим ниже на Метакритике расположились четвертая GTA, первый Soul Calibur и второй Tony Hawk. Однако, нас интересуют игры Нинтендо, и среди них следующими по высоте средней оценки являются три Super Mario, и свежая Odyssey, и эксклюзивная для Wii Дилогия Galaxy. Есть мнение, что эти игры слишком просты и несерьезны, однако, стоит другой компании взяться за жанр трехмерных платформеров и выпустить свое детище, как выясняется, что до Нинтендо ей далеко. И независимые разработчики, и знаменитые на весь мир издатели селятся создать игру уровня Super Mario. Но против лома нет приема. Во флагманскую серию Super Mario вкладывают так много сил, денег и времени, что результат просто не может не получиться отличным. От этих игр зависит будущее всей Нинтендо, а потому она не идет на компромиссы и отдает всю себя без остатка. Когда речь заходит о лучших играх Нинтендо, наряду с Сельдой и Марио чаще всего упоминают Метроид. Мрачные фантастические боевики о приключениях наемницы Саму Саран дали название целому жанру двухмерных экшенов. Но своей высшей точки достигли одновременно с переходом к виду из глаз и трехмерной картинки. Головоломки, исследования, неоднозначные поступки героев и детально продуманный игровой мир делают Метроид Прайм уникальной, особенной. По своей значимости она сравнима с обеими частями Half-Life, но по оценкам даже слегка их превосходит и стоит рядом с лучшими Супер Марио. Кстати, такой же средний пал получила и Zelda Breath of the Wild. Игра, которая стала залогом мощного старта Switch и задала новую планку для жанра. Но у нее, в отличие от Акарины, все же нашлись и недостатки. Она не сумела стать лучшей игрой в истории серии. Худшая из всех игр по версии Метакритика создана для Wii U, пусть и какой-то мелкой студии. Но и сама Nintendo тоже пару раз пробовала пробить дно. Двухмерный файтинг Urban Champion не мог как следует держать удар даже во времена NES, а уж оценки переиздания для 3DS были и вовсе разгромными. В этой игре всего пара бойцов, причем они одинаковы, и у них всего два типа ударов. Никаких суперприемов не предусмотрено. Каждый бой в Urban Champion слишком похож на предыдущие, и игра быстро надоедает. Это при том, что разрабатывал ее гений Гунпэй Йокоэн, тот человек, кто изобрел и портативные игровые консоли, и крестовину геймпада, а затем помог создавать Марио и Донки Конга. Не менее примечателен и провал Devil's Fird, кровавого боевика для Wii U от Таманобу и Тагаки, автора Dea Toro Life и Ninja Gaiden. Некоторые журналисты все-таки похвалили Devil's Fird за мрачный стиль и неплохой мультиплеер, но большинство сочло игру одновременно и кривой, и унылой, и безвкусной, и устаревшей лет так на 10. Слабая боевая система, нудные уровни, низкая сложность и поразительно неприятный герой стали причиной, почему об игре и о самом Итагаки принято больше не вспоминать. От неудач не застрахован никто, что и доказывает мобильная головоломка Dr. Mario World, созданная для iOS и Android. Часть журналистов игру похвалила, но большинство упрекало ее за устаревший геймплей и слишком грубую монетизацию. Критики жаловались, что Dr. Mario доит их, всячески вынуждает занести денег в мобилку, но взамен не дает ни интересных режимов, ни значимых нововведений. Некоторые журналисты даже назвали Dr. Mario худшей из игр Nintendo. Это, скорее всего, потому, что они просто не знают о Bourbon Champion. Однако суть не меняется. Противовирусный Марио был бесполезен и до начала мировой пандемии, и остается никчемным сейчас, и сохранит этот свой статус после. Несмотря на подпорченную репутацию, метакритик все равно остается мало того, что влиятельным, так еще и полезным. Он позволяет за пару нажатий получить доступ к множеству отзывов и рецензий, изучить их, учесть оценки и хоть примерно предположить, что стоит ждать от игры. Собранный в нем архив данных способен как утолить любопытство рядовых посетителей, так и стать фундаментом для серьезных исследований. Главное помнить, что метакритик — это не суперэксперт во всем, а всего лишь инструмент, подсчитывающий среднее значение. Хотите знать еще больше об истории индустрии, культовых играх Нинтендо и выдающихся подвигах и провалах Марио? Тогда подписывайтесь на наш канал Нинтендо! Впереди множество классных видео!